Если говорить о положительных вещах, которые произошли в области медицины, в частности в области неврологии за последние десятилетия, то это просто революционная декада, которая, наверное, внесла больше изменений в медицину, чем, может быть, вся предыдущая история. Прежде всего, я бы, конечно, хотел отметить кардинальные изменения в введении острого инсульта с развитием новых стенд-ретреворов, которые полностью изменили введение инсульта в настоящее время, полностью изменили все протоколы, и очень большое сейчас значение имеет тромбоктомия, которая позволяет улучшить прогнозы инсультов, наиболее тяжелых инсультов в результате закупорки больших сосудов мозга, прежде всего. То есть изменения совершенно революционные, как я уже сказал, которые произошли и за последние четыре года буквально. Я помню, я еще когда был резидентом, несколько вышло негативных испытаний из-за того, что были значительные задержки во времени, артериального доступа и использования старых стендов сейчас. С изобретением новых стендов введение инсульта стало полностью революционным, на мой взгляд. И, конечно, в плане нейромышечных заболеваний нельзя не отметить лекарства, которые сейчас доступны для дистрофии душена, прежде всего, и для SMA, Spinal Muscular Atrophy, в частности, для SMA первого типа. Эти дети, которые умирали в возрасте до одного года, сейчас могут иметь возможность иметь полноценную жизнь. И это, конечно, совершенно революционные вещи, которые, опять же, трудно измерить какими-либо деньгами или чем-либо другим. Такие, конечно, прорывы, они совершенно революционные. Также в плане лечения эпилепсии мы имеем более 20 препаратов. На сегодняшний день, если раньше мы лечили всех фенобарбиталом и фенитойном, то сейчас очень огромный спектр доступных препаратов, которые можно сочетать и комбинировать, и также подбирать на основании показаний и противопоказаний, которые имеются. В плане лечения мигрени совершенно революционный год. Целых три препарата вышли на рынок США, все три моноклональные антитела. И имеют значительную эффективность с минимальным количеством побочных эффектов. Также одобрен препарат для лечения тардив дискинижа и семейного амилоидоза, что тоже совершенно революционные вещи. Нельзя также не отметить, что все больше развивается intraoperative monitoring, в частности в нейрофизиологии, мониторинг так называемых evoked potential, что позволяет предотвратить многие осложнения и улучшить исход нейрохирургических операций. И также сосудистых операций, в частности операций на сонных артериях. Особое место, конечно же, занимает телемедицина, в частности в неврологии очень популярный телестрок, что позволяет расширить неврологическую экспертизу и неврологические консультации на те области, которые раньше были недоступны для таких консультаций. И также увеличивает выбор для врачей, особенно для тех, кто хочет работать удаленно, например, из другой страны. Да, и ребятки, всегда не забывайте, что вы можете внести свой вклад в развитие канала, отправив это видео своим друзьям или разместив его в своих социальных сетях. Спасибо, что смотрите, что подписаны. И пока, и до новых встреч!